Беларусь приходит в себя после непогоды. Состояние здоровья пострадавших на озере в стайках медики оценивают как тяжелое. Накануне в больнице Минска поступили четверо молодых людей, у которых были диагностированы электротравмы. Группа ребят решила спрятаться под деревом в грозу. В него и попала молния. Врачи сейчас делают все возможное, чтобы сохранить четверым молодым людям здоровье. Девушку, которая была вместе с ними, к сожалению, спасти не удалось. В результате прохождения грозового фронта пострадал 21 населенный пункт. Вот как прокомментировали в МЧС предыдущие сутки. По оперативным данным, вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 24 метров в секунду пострадал 21 населенный пункт в Гродницкой и Минской областях. Повреждены кровли семи жилых домов, зафиксированы 49 случаев падения деревьев, большинство в Минской и Гродницкой областях. В результате удара молнии в дерево в Минском районе погибла гражданка, еще 4 человека травмированы, они доставлены в больницы. На железной дороге в результате падения деревьев произошла задержка трех пассажирских поездов в Вилейском и Молодечинском районах. В Гродно были подтоплены 6 участков дорог, в столице 5. В Минске была приостановка в движении 20 автобусных, 5 троллейбусных и 5 трамвайных маршрутов. Работниками МЧС и других организаций проводились работы по откачке воды, распиловке и уборке упавших деревьев. По данным энергетиков, в течение суток на территории страны периодически нарушалось электроснабжение 532 населенных пунктов, большинство из них это Минская и Витебская области. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами и по состоянию на утро с сегодняшнего дня эти работы были практически завершены. Экстремальная жара уходит, однако еще сегодня по востоку синоптики обещают большие температуры. МЧС напоминает о том, что нужно быть очень внимательным, осторожным прежде всего на водоеме, ни в коем случае не выпускать детей из вида. Ну и в случае получения штормового предупреждения о угрозах и ливнях, конечно же, нужно искать надежные укрытия и ни в коем случае не прятаться под деревьями.